Паралимпийское конное движение в Коми. Уже 10 лет в Сыктывкарском центре Аврора занимаются с особенными спортсменами. Случалось, когда одновременно людей с инвалидностью на тренировках было по 30 человек. Они активно выезжали на соревнования в Москву и Санкт-Петербург, занимали призовые места. Как дела обстоят сегодня, расскажет Анна Зубарева. Я сам! Да, сам, сам! Вот такой самостоятельный Макар Коновалов свои 10 лет. У мальчика детский церебральный паралич, но это ничуть не мешает ему заниматься верховой ездой. 7 лет назад они с мамой пришли в конный центр. Тогда Макару было 2 года, и он не ходил. Перепробовали все, что только можно, в том числе и плавание, но по-настоящему влюбились в ипотерапию. У меня ребенок, он стоял, он ходил приставным шагом вдоль опоры. Вроде как уже все было, только не было движения вперед. И, видимо, вот эти движения, которые совершает лошадь, ну, во время ходьбы, да, и ребенок, сидя на лошади, получается, считывает, как, ну, это грубо говоря, конечно, да. И он мне буквально после третьего занятия пошел. Он отпустил опору, и понятно, что ребенок парализован, он парализован полностью. Он пошел, он отпустил опору, и шатка сам пошел вперед. А еще мама видит, как после общения с лошадью ребенок успокаивается, эмоционально становится более стабильным. На занятия приезжают трижды в неделю по полчаса. Больше нельзя. Каким бы со стороны ни казалось катание простым и увлекательным делом, это тяжелая физическая и психоэмоциональная нагрузка на весь организм. Когда он пришел маленький, куча было капризов. Не хочу, не могу, как-то мы даже с трудом могли заставить его заниматься. Так, ну вот Манечка у нас скромничает немножко, да. Мы с трудом могли заставить его вообще, скажем, даже заниматься на лошади. То есть ему быстро надоедало, он капризничал, приходилось какие-то отвлекающие маневры, игрушки. И год за годом я видела становление характера, как ребенок. Да, я буду, я смогу, я хочу. Мама, не надо мне помогать. Я сам, у меня получится. Теперь никаких капризов. Занятия без пропусков и смеются, что даже погода всегда на стороне юного спортсмена. Если запланировали тренировку, будет однозначно сухо и ясно. И Макар не подводит. Выкладывается на все сто. Когда у ребенка не работает ручка, не работают пальчики, но он так стремится сжать повод, так стремится удержать повод в нужном месте, что у этого малыша даже уже больная ручка на данный момент лучше функционирует, чем здоровая. И мы больше уже корректируем теперь здоровую руку. Что, Макар, конечно, твоя больная ручка прекрасно справляется со своей задачей, но ты про здоровую-то тоже не забывай. Тренер видит, Макар морально спортсмен, боец. В этом году стало ясно, что мальчик физически готов перейти с ипотерапии на адаптивную верховую езду. Дальше развивать себя в спорте и прославлять республику на всероссийском уровне. В этом году начали заниматься верховой ездой с подачи Натальи Александровны. Она прямо сказала, хватит вам уже тут лечиться, пора заниматься спортом. В нем видят какой-то потенциал. Я, как мама, конечно, отношусь к соревнованиям, как развлечению, как лечению ко всему этому. А Наталья Александровна говорит, нет, не расслабляйтесь, будем тренироваться и будем выступать. Тем более у центра есть наглядные примеры, как и с болезнью можно стоять с медалью на пьедестале. Павел Гаврилов в конном спорте с 2007 года как-то ехал на дачу и видел по дороге лошадей. Так нашел Аврору. За эти 14 лет призер множество соревнований. Особенно гордится 2012 годом. Тогда взял бронзу на чемпионате России. Признается, лошади лечат во всех смыслах. Почему я, когда получил травму спины в конце ноября, сразу сказал, летом лошадь вылечит. Они действительно вот какое-то лекарственное, врачебное свойство у лошадей. Спортивные достижения, психоэмоциональное влияние, воспитательный момент, социализация, лечение. Столько всего дают занятия с этими животными. Находясь в седле, необходимо держать равновесие, фиксировать корпус, синхронизировать свои действия с движениями животного. Ипотерапевты говорят, такая нагрузка развивает все тело, в том числе и поврежденные болезнью конечности. А значит, занятия не могут пройти безрезультатно. К слову, далеко не каждая лошадь подходит для паралимпийского конного спорта и ипотерапии. Она должна быть добронравной, безобидной и удобной для езды. Лошадь бывает очень жесткая. И то есть даже здоровому человеку трудно сидеть на такой лошади, потому что движения неприятные. А лошадь бывает очень мягкая, комфортная. Как мы это называем, едешь, можно чай пить. То есть даже не прольешь ни капли, настолько ровненько лошадь идет. О центре «Аврора» уже знают далеко за пределами Сыктывкара. Спортсмены регулярно выезжают в Москву, Питер, Ярославль, Нижний Новгород. Сейчас цель попасть в Сибирь. Там сильные ипотерапевтические клубы. И как только наша команда будет готова, так сразу. Это спорт неограниченных возможностей. Что порой люди с инвалидностью показывают такие результаты, которые люди здоровые, годами занимаясь, достигнуть не могут. Не способны. И это для них потрясающая мотивация верить в себя, заниматься спортом, достигать удивительных результатов на соревнованиях различного уровня. И потом они очень уверенно идут по жизни. В истории «Авроры» бывало, когда количество спортсменов-паралимпийцев доходило до 30. Сейчас конным спортом занимаются три человека с инвалидностью. В центре говорят, что для знакомств они открыты. Здесь за развитие этого спорта. А потому всем активным новичкам будут только рады. Анна Зубарева, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.